Добрый день друзья. Многие рыбаки вытаскивали щук в залог и хвост или ощущали нереализованные удары по приманкам. Сейчас разберемся в этом. Начнем с мелководья дельты Днепра. Труднодоступное озеро. Непуганные, активные щуки. Ловим Najerk Salma Slider длиной 6 см и весом 11 грамм. Равномерная проводка с небольшим подергиванием. Глубина 10-20 см. Заброс под камыш. Прозрачная вода. Хорошо видны уверенные атаки щук от одного до трех килограмм. Но периодически удары, когда хищницы не цепляются. Помочь разгадать загадку холостых поклевок помогла 3-килограммовая щука, которую мы вспугнули, подойдя к мелководному заливу. Опа, есть щучка. Опа, сошла. Первый заброс в ее направлении. Видимый удар пусто. Заброс напарника. Удар пусто. После пятого удара поклевки прекратились. Вернулись через два часа. И на одиннадцатом ударе Саша зацепил ее за лоб. Что заставляло ее бодать приманку. Некоторые ошибочно объяснили бы, что щука охраняет территорию. Однако 6-сантиметровый воблер не конкурент хищницы под 80 сантиметров. Мы ее согнали с места отдыха. Из-за этого агрессивные атаки. Она нашла раздражитель, чтобы выпустить свою злость. Приведу еще один случай. На меляках без клевья. Чтобы пассивную щуку сделать активной, я шел на лодке вдоль берега на одном весле и отгонял хищниц на глубину. Обычно с первого же заброса поклевка. Но были случаи, когда раздраженные щуки бодали лбом, воблеры и спиннербейты. Бывает, сытая щука играется с приманкой, как кошка с мышкой. Видеосъемку бодания щукой приманки нелюбесно предоставил Виктор из Ирландии. Канал Подводная Ирландия в описании. В запрессованных и спортивных водоемах у щук появляются дополнительные причины бодать приманку. Рассмотрим щучьи озера в Одесской области, такие как Трофей, Пайкодром и Сухой Лиман. После зарубления в них наблюдается активный жор щуки. Наколотая и отпущенная крупная щука от кило до трех не атакует приманки в течение нескольких недель. Мелкая щука делится на умную и дурную. Последняя может хватать по несколько раз даже с оторванной приманкой в пасти. Умная мстит за причиненную ей боль приманкам и начинает их бодать. При равномерной проводке колебалок и вращалок много холостых ударов, но часто бодающие в лесну щуки цепляются за голову. Бьются до последнего, совершая невероятные прыжки. По воблерам ситуация сложнее. Активная щука атакует воблер поперек. Пассивная может только прихватить воблер и затем выпустить, либо цапнуть за самый последний тройник. Бывает щука, как судак, придавливает воблер, либо наклоняется над ним, когда он тонет. Поэтому при твиче часто багрится щука и за живот, и за бок. При таком вываживании и щучьем сопротивлении воблер гуляет по телу рыбы и часто непонятно, где был первый зацеп. Щуки поменьше часто промахиваются. Более крупная щука уже целенаправленно бодает приманку. Особенно ее раздражают кислотные цвета. С ними больше забагленных щук. Если мелкая щука забаглена за хвост, то это наверняка из-за промаха. Более крупные щуки лупят хвостом по стае мелкой рыбешки, чтобы дезальтировать ее и побольше штук заглотнуть. Крупные щуки не боятся лодочных моторов. Наоборот, выскакивают, чтобы подхватить перевернутых волной рыб. Раньше я находил в прозрачных водах дельты Днепра порубанных мотором щук. Если щуке что-то не нравится, она может ударить хвостом по приманке. Мои друзья в дельте Днепра поймали на троллинг за хвост щуку на 9 килограмм. У меня был случай, когда быстро подматывал блесну с травой по поверхности воды. Выскочила щука и ударила со злости хвостом по блесне. На следующем забросе она сразу атаковала, яростно сопротивлялась. Вскоре трехкилограммовая хищница оказалась в лодке. Часто на мелководье при равномерной медленной проводке 6-ти сантиметрового воблера Салма Слайдер были поимки щук за хвост. Какие выводы? Щуки часто бодают приманки. Иногда из-за любопытства, иногда для игры. В некоторых случаях это охота, в других раздражение и злость. Щуки профессиональные эмоциональные рыбные киллеры. Подсмотренные случайности приводят к аналитическим закономерностям. И мы начинаем больше понимать и лучше знать настроение и нравы зубастых хищниц. Всем мира, добра и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова